это что-то потрясающее просто мост и горная река ну что мы оказались в настоящих тропических джунглях вот этот вот цвета бабушкиной вязаной кофты что кормим оленяшку молодец давай еще морковку ей она еще просит привет поскольку мы все еще живем в индонезии продолжаем исследовать эту страну сегодня посетим ферму зоопарк чимори это место находится на острове ява но маст ду для туриста его не назовешь скорее парк подходит для поездки одного дня тем кто проживает на острове или хотя бы задержался здесь на месяц-другой выдвигаемся мы сегодня едем расширенным составом это я это семён привет семён это привет это мария ее малыш федор и катарина катарина привет вот и на переднем сиденье августом но он занят следит за дорогой отвлекать мы его не будем пока сегодня четверг но мы все равно опасаемся заторов на дороге поэтому выезжаем в 7 утра и неизбежно встаем в нашу самую любимую пробку нам как бы мимо но все равно эту пробку не минуешь сейчас затор еще небольшой а с пятницы по воскресенье и в праздничные дни из-за него дорога из приятной часовой прогулки может вылиться в 5 6-ти часовой марафон ко мне тут переместился федерико товарищ вот такой серьезный да и мы уже приехали сейчас будем выходить дорога заняла у нас полтора часа из которых 30 минут пробка но это бы еще легко отделались на самом деле а нам сейчас нужно найти кассу и купить билетики купили билеты по 20000 это примерно сколько 50 рублей на всех на нас вот они как выглядят проходим ферма открывается в 8 утра мы приехали в 8 30 и народу почти не было вот поэтому я обожаю поговорку кто рано встает тому бог дает чтобы попасть на ферму нужно перейти через этот живописный мост что-то потрясающее просто мост и горная река сразу скажу что детскую коляску с собой лучше не брать тут все равно нет асфальтированных дорожек но зоопарк небольшой и ребенок трех лет спокойно сможет его обойти самостоятельно а вот бэбиков придется носить на руках или в специальных сумках как это делает маша но что мы оказались в настоящих тропических джунглях пойдемте вон там такое чудо кролики семён пойдемте кроликов смотреть кролики как кролики бегают в местечке похожем на толкиновскую хоббитанию но тут к ним можно близко подойти и покормить морковкой покормить кроликов стоит тоже 10 тысяч рупий вот такую вот себе дают мисочку с морковкой кормить пушистиков хотят не только дети но и взрослые ну я например эй кролик иди сюда мне нужен кролик хочу кормить кролика пока кормлю только вот стема стема ну что ты все тебе собираешь оставься к маме одни морковки я же тоже хочу так кролики нету кроликов не подходят вон один бедный больной кролик а вот аттракцион покруче и все за те же деньги слушайте цены здесь конечно смешные подоить корову стоит 10 тысяч рупий это примерно 50 рублей даже 46 мне вот интересно молоко с собой дадут потому что если это молоко можно забрать с собой это было бы очень даже выгодно кстати есть развлечение и для детей постарше джипинг например или можно сплавиться по горной реке на резиновой камере интересно это вообще законно ну там безопасно ну а мы продолжаем наш аттракцион по кормлению животных кстати морковку купили только для кроликов потому что без нее в загон не пускали остальных зверей кормили морковкой которую привезли с собой но у нас такая экономия ну что кормим оленяшку молодец вот какие они обжорки так смешно давай еще морковку ей она еще просит а второй она тоже очень милая второй ой это какая жадная овечка а вот местный ковбой их верные кони прокатиться на таких стоит 25 тысяч индонезийских рупий это примерно 150 рублей ну недорого же а детям радости полные штаны а еще за 10 тысяч рупий можно пройти в огромную клетку где живут при смыкающиеся на заборе так пристроился желтый питон оксана прошло всего подвяжу он валюте где же да говорят вот его голова говорят можно потрогать смертельный номер малыш малыш такой дети пошли гладить варана я надеюсь это варан вот этот вот цвета бабушкиной вязаной кофтер зовут пройти крокодилу сема крокодил он кровожадный еще в зоопарке обитают козы пони кенгуру различные гуси и уточки а семену больше всего понравились ослики целых две козы сражаются за морковку да вот он сейчас даст а все мы решил не давать козе морковку посмотрите какую красоту все мы увидел муравьи бегут вот кстати эти йогурты именем которых называется парк хороший парк ну что прогулка наша заканчивается заняла она у нас не больше часа если вам было интересно ставьте палец вверх и подписывайтесь потому что очень скоро нас ждут другие приключения